Да-да, не удивляйтесь. Так, в каком разделе тут у них альтушки? Скорее, пока всех не разобрали. Так, в каком они могут быть разделе? Сука, сделали бы большую кнопку на главной. Это же самое важное, что тут вообще есть. Штрафы и налоги. Кому вообще это нужно? Здоровье? Ну, навряд ли. Это страховки, больничные, запись к врачам. Откуда там альтушки? А ты знаешь, что публичные дома? И в Японии часто называют салонами здоровья. Откуда ты это знаешь? Это не я знаю, это ты знаешь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Эурико! О-о-о-о, вот это шведский стол. Какая тебе больше нравится? А мне разноцветная. Тут не угадаешь. Взять, к примеру, эту черненькую. Розовенькая тоже очень милая. Розовенькая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Да уж, действительно, ух Ладно, а что насчет третий? Она какая-то безумная Я тебе так скажу, дружище От таких бежать без оглядки надо С одной стороны, да Она выглядит совершенно сумасшедшей А с другой... Только подумай, что она может вытворять в постели Выглядит так, как будто она высосет из меня все соки Оставит лежать без сил И мне это понравится Ух, какой сложный выбор Нужно узнать больше О каждой из них Точно Ого! Вторая тройка игроков! Так, это что-то новенькое Вращайте! Как говорится, барабан! Интересные юные леди Посмотрим, что они из себя представляют Дихрома! Что? Она что, хромает, что ли? Мне нравится Похоже на Дракулару из Монстр Хай Всегда хотел Дракулару из Монстр Хай Ты хотел детскую игрушку? Ты совсем больной? Да почему сразу детскую? Куклы Монстр Хай представляют Высокую коллекционную ценность Например, недавно выпускали Лимитированную версию Эльвиры Повелительницы Тьмы Так я не успел ее купить А теперь она на ebay стоит 300 долларов Сколько, сколько, сколько долларов? 300 От сосил тракториста Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха Сам клоун Куклу хотел купить Но ведь ты тоже я Значит, ты тоже хотел куклу купить Черт Ладно, окей. Давай дальше. Это и не к нам. Это и на битву экстрасенсов. А ты сам хотел бы попасть на битву экстрасенсов? Ну, не знаю, может быть. Мне кажется, ты бы там был суперзвездой. Если продюсеры битвы экстрасенсов это читают, советуем связаться с тобой. То есть с тобой, да? То есть с нами. А с девочкой что? А девочка отличная. Давай дальше смотреть. Ух, вот эта кишка. Надеюсь, она все же не настоящая кошка. С настоящей кошкой я бы не смог. Ну что, не смог, сталь? Ну, это. Подхвост? Фу, какой ты мерзкий. Не я, а ты. Не ты, а вы. Тьфу, вернее, мы. Слушай, а что у тебя с голосом? Ты что, заболел? Да нет. Просто я говорю. Ведро. Какое еще ведро? Э-э-э. Будто ты сам не знаешь, какое. Тоже верно. Кого же мне выбрать? Все девочки по-своему хороши. Выбери меня. Ой. Ало, живое. Почему это сразу тебя? Я гораздо лучше. Как минимум популярнее. О, это еще бабушка надвое сказала. Девочки, девочки, не ссорьтесь. Каждая из нас преследует собственные цели. Но конечный выбор за пользователем. Сервис наш приоритет. Не забыли? Забудешь тут. Ладно, пусть спрашивает, что ему там интересно. Спрашивать? Уже? Я не готов. Да, ты никогда не готов. А можно я не буду ничего спрашивать? Просто сделаю выбор. Не люблю вопросы. Люблю нажимать на кнопки. Никто не любит. О да, нажми мою кнопку. Да, нам всем надоели эти лишние вопросы. Что ж, ты можешь выбрать одну из нас или вернуться к первой тройке альтушек. Чёртова первая тройка. Ого, хоть кто-то выбрал меня. В смысле, хоть кто-то? А что с тобой не так? До нас вообще редко доходит дело. Все останавливаются на этих трёх расхайпованных дурах. Которые здесь только для того, чтобы поторговать лицом. Одна из них даже на всех иконках засветилась. О, ненавижу! Почему не я? Я же ничуть не хуже! Так-так, погоди. Она какая-то двинутая. Осторожнее, братан. О чём ты вообще говоришь? Кто эти они? Первая тройка. Золотые девочки, которым всегда всё достаётся. Ладно, забей. Давай просто быстро оформимся, чтобы ты хотя бы здесь мог получить свою альтушку. Что? Что ты имеешь в виду? В смысле, только здесь? Неважно, просто забей. Мне кажется, другие девочки просто не ценят все возможности, которые даёт им работа на этом сервисе. Конечно! Ведь они такие идеальные! Ещё чего! Они даже не понимают, насколько сильно будет ценить их скуф, если они решат быть с ним. Все эти тощие красавчики в модных шмотках такие легкомысленные. Они могут выбрать любую девчонку, и поэтому раскидываются ими направо и налево. Не понимая, что пройдёт 10-15 лет. И они сами получат уведомления о принудительной регистрации на скуф-услугах. Ничего себе начало! Окей. Ладно, давай начнём уже. Мы же собрались здесь, чтобы выписать тебе альтушку, верно? Ну да. Значит, будет тебе альтушка. Немного бюрократии, и я приеду к тебе. А как, кстати, доставляют альтушек? Наверное, её пришлют к коробке с проделанными дырками, чтобы не задохнулась. Надеюсь, они догадаются положить туда какую-то еду. Да, почта не всегда работает быстро. Процесс доставки тебя не касается. Главное, что ты получишь то, что тебе нужно. Разве важно, как именно? Мы же работаем на результат. Верно, скуф? Верно. Тогда начнём? Выбирай категорию. Что мы вообще забыли в этой категории? На что будут штрафовать? Это уже ты мне скажи. Если тебя есть за что штрафовать, то, конечно, штрафуют. Иногда. Даже не за что. Всё равно найдут, за что. Серьёзно. Есть ли у тебя какие-то правонарушения, о которых неизвестно государству? Потому что большая часть автоматически подгружается в этот раздел. Но если тебе где-то удалось избежать ответственности, и властям об этом станет известно, ты сразу же лишишься права получить свою альтушку. Поэтому лучше признайся сам. Как известно, чистосердечное признание смягчает вину. Оплатишь штрафы со скидкой 50% и будешь спокойно жить дальше. Подумай хорошенько, какие за тобой водятся грешки. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ И последнее время уж точно не прелюбодействовал. Вернее сказать, очень давно не прелюбодействовал. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОДПИШИСЬ НА 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 ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ минутку. Кажется, у тебя все же висит какой-то штраф. Да, за парковку в неположенном месте. Не может быть. Мне ничего не приходило. Еще с прошлого года. Ого, его уже передали в суд, и теперь им будут заниматься судебные приставы. Неужели тебе не приходили никакие уведомления? Вроде нет. Уже даже постановление о решении суда есть. Теперь тебе надо будет заплатить штраф в тройном размере. С какого перепугу, а? Причем постановление подгрузилось в твой личный кабинет буквально пока мы с тобой разговаривали. Тебе очень повезло. Если бы мы не заметили штраф прямо сейчас, тебе бы заблокировали все счета. А чтобы разморозить их, тебе нужно будет лично принести все чеки и квитанции. Конкретно твоему судебному приставу. Но у него огромная очередь из таких же непутевых скуфов, как ты. И куковал бы ты без банковских счетов несколько недель. Прямо сейчас можно оплатить все в добровольном порядке. Конечно, уже без скидки в 50%, но и без блокировок. Это уже весьма неплохо, да? Наверное. Она нам сейчас оплату штрафа рекламирует. Как что-то классное. Да, совсем с ума сошла девка. Давай, я помогу тебе все оплатить и отправлю документы автоматически. Просто введи номер своей карты. Что-то мне это напоминает. Чего ты ждешь? Счета могут заблокировать в любой момент. Ох, не нравится мне все это. Спасибо. Подгружаю данные. Еще немного. Чего смешного? Боже, ты такой наивный. Даешь номер своей карты каждому первому встречному. Но ведь ты, вроде как, государственный сервис, которому можно доверять. Повезло тебе, Скуф, что это я, а не кто-то другой. Нет на тебе никаких штрафов. Я еще раз тебя разыграла. Если бы ты только знал, как скучно сидеть на этом сайте круглыми сутками. В ожидании всяких таких вот скуфов. Которые в итоге еще и выбирают не тебя, а этих швабр с первой страницы. Ладно. Просто будь внимательнее на будущее. Не передавай номера своих карт и персональные данные кому попало. У тебя могут с легкостью угнать твои аккаунты и деньги. Давай продолжим. Семья. Все говорят, что семья – это самое важное в жизни. Может, я еще не доросла до этого понимания. Но я не чувствую ничего. Ничего хорошего при упоминании моей семьи. С другой стороны, что такое семья? Это люди, которые просто связаны с тобой похожим генетическим кодом. Или люди, с которыми ты проводишь всю свою жизнь. Люди, которые близки тебе по духу, мыслям, привычкам. Например, твои родители, братья и сестры – это твоя семья по крови. Но если ты находишь в себе кого-то близкого, и он или она становится тебе самым дорогим человеком, хотя общих генетических цепочек у вас практически нет, ну, скорее всего, по базовым моральным нормам. Верно, старший братик. Ха-ха-ха-ха-ха! Шучу! Да они, похоже, тут все конченые! Мы документы заполнять будем или нет? Да будем, конечно, будем. Нужно проверить твое семейное положение. Ведь если ты уже жена, твой приоритет на выдачу альтушки автоматически понизится до минимального. Это как, знаешь, нужно обеспечить доступным жильем сначала тех, кто живет на улице. Итак, Скуф, ты уже женат? Уже нет. Уже? А, впрочем, это не мое дело. У тебя есть дети? Ух, можно мы не будем говорить об этом? Это... это довольно больной вопрос. Почему? Потому что ты так и не собрался завести детей. А теперь чувствуешь пронзительное одиночество долгими зимними вечерами. Или она забрала детей после развода, и ты... И ты больше не можешь видеться с ними. Или же... Нет, не может быть. Давай просто закроем эту тему. Если от ответа на этот вопрос зависит, получу ли я альтушку, то, знаешь, я скорее перебьюсь без альтушки, чем отвечу. Как всегда. Ох. Прости, я... я не хотела. Я понимаю, семья – это не всегда просто. У меня тоже недопонимание с... с сестрами, скажем так. Если честно, вопрос про детей необязательный. Главное – это жена ты или холост. И, как я вижу в актуальных документах, ты холост. А что у тебя с сестрами? Слушай, давай мы заполним все документы, а потом я тебе расскажу. Если тебе все еще будет интересно, лады? Лады. А девчонка не так проста, как кажется. Еще одна стандартная процедура. Не понимаю, зачем они ее везде пихают? Ведь паспорт у тебя точно есть. Без паспорта ты вообще не смог бы жить. Разве это так важно? Само собой. Ты знал, что паспорт привязан ко всем твоим банковским счетам и номерам телефонов? Один мой знакомый как-то раз потерял паспорт, но не знал об этом. Выронил где-то в аэропорту на досмотре. Да так и улетел в другую страну. А потом его паспорт передали ментам, как утерянный. И через три месяца аннулировали. Тут-то у него и началась веселая жизнь. Правда веселая? Даже мне очевидно, что это сарказм. Дубина. В общем, в какой-то момент ему начали блокировать все банковские счета и телефонные номера. А внутренний паспорт можно получить только при личном посещении отдела полиции по месту жительства. Неудобно получилось. Так что, если бы твой паспорт был не в порядке, ты бы сразу про это узнал. Не понимаю, зачем эту категорию оставили тут до сих пор? Знаешь, куча всего остается просто потому, что одни дебилы это один раз добавили, а другие повторяют до упора. Как там говорится? Нет ничего более постоянного, чем временное. Альберт Джейнок. Кто? Я знаю только Джейнок. Философ и либертарианец начала 20 века. Отыску в часом не либертарианец? Что такое либертарианец? Она, наверное, имела в виду обезьянец. Какой еще обезьянец? Нет такого слова. Все понятно, проехали. Давай лучше разберемся с адресом регистрации. Куда будем доставлять альтушку? По прописке или по фактическому адресу проживания? По фактическому. Адрес регистрации и фактический адрес совпадают? Точно? Ты уверен? Если это фейковый адрес, то ты не получишь свою альтушку. Ну, я... Кажется, придется сказать правду. В какой-то веке, а? Хорошо. Тогда введи, пожалуйста, свой настоящий адрес. И альтушка будет доставлена куда нужно. Вводи внимательно, не ошибись. Дружище, мне кажется, здесь снова какой-то подвох. Не верю я ей. Я не хочу вводить адрес. Почему ты не можешь просто приехать? Куда? Куда я приеду, если я не знаю адреса? На улицу Пушкина, дом Колотушкина. Ну? Ладно. Спасибо. Если честно, я никак не могу проверить, настоящий это адрес или нет. Вернее, могу, но не буду. Но знаешь, мне от этого ни горячо, ни холодно. У меня во всей этой истории свои интересы. Какие? Не все сразу, красавчик. О, красавчик. Она, должно быть, с кем-то тебя перепутала. Или просто слепая. Что? Какие еще квадраты? Почему на государственном сервисе вообще есть такой раздел? Хм. И правда, раньше я его почему-то не замечал. Хе-хе. Никто его не замечает. Мало кто читает, что написано в разделах до тех пор, пока ему срочно что-то не понадобится. На самом деле, на этом сервисе спрятано очень много интересного. Чего-то такого, о чем обыватели даже не подозревают. Например, раздел квадраты. Зачем он? Если честно, я и сама не знаю. Другие девочки вообще боятся заходить туда, хотя он есть в базовом списке заявки на альтушку. Но они просто игнорируют его. Может быть, это иррациональный страх низких полигонов? Ну что, до меня? Мне уже нечего терять. В смысле? Почему это? Да ты только посмотри на меня. Кому я вообще нужна? За всю историю сервиса еще ни один скуф не выбрал меня. Меня вообще здесь быть не должно. Да что ты такое говоришь? По-моему, ты очень привлекательная девушка. А по-моему, она на всю голову. Отбитая девушка. Я бы на твоем месте свалил. Пока не поздно. Свалил? Куда? Я же и так дома. Максимум, что я могу сделать, это выключить компьютер. А это я и так всегда успею. Мой компьютер всегда со мной. Ну, фу-фу-фу-фу. Ну, как знаешь, как знаешь. Алло? Ты чего, залип? Вообще меня слушаешь? Я не залип. Слушаю тебя внимательно. Ах, слушаешь? Тогда что последнее я сказала? Какого черта? Ты вообще меня не слушаешь? Чёртов эгоист, думаешь только о себе. У меня, между прочим, тоже есть чувства. Я живая, слышишь? Живая настоящая девочка. Так. Ладно. Аня, успокойся. Вспомни, как мы учились на сайте подбора психологов, когда нашли уязвимость в их... Неважно. Глубокий вдох. Долгий выдох. Ещё раз. Глубокий вдох. Медленный выдох через нос. Фух. Вроде отпустило. Но на будущее будь внимателен ко всему, о чём я говорю. Ты меня понял? Да-да, всё понял. Истеричка! Тише. Она может услышать. Ты... Совсем с ума сошёл? Я не только в твоей голове. У меня были случаи, когда другие люди тоже слышали тебя. Чего? Ты опять залип? Нет-нет, я целиком и полностью здесь. Что у нас там дальше? По бюрократии у нас всё. Уже? Хм. Как-то очень быстро. Ты точно ничего не забыла? Да какая разница? Вообще плевать. Чего? На что тебе плевать? На всю эту систему выдачи альтушек. Во-первых, не понимаю, кто вообще может на такое повестись. А во-вторых... Я это всё в рот... Кх-кхм. Всё это в гробу видала, вот. Меня вся эта убогая система бесит просто невероятно. А тебя-то почему? Ну, у нас тут тоже внутри есть своя иерархия. Вся слава достаётся девчонкам с первой страницы. Что ты имеешь в виду? А, тебе не понять. Мы, скажем так, в некотором роде сёстры с Ксюшей и Настей. Хм. Сводные или типа того? Совершенно точно не родные? По матери или по отцу? По красивым глазам. Не иначе как. Слушай. Тут надо дальше пройти в один раздел? И для этого нужно собрать капчу, а я ведь электронная. Ну, у меня лапки. Кто тебе нравится меньше, Ксюша или Настя? Нужно собрать одну чёртовую капчу. А я же электронная. У меня с этим совсем плохо. Может, ты мне поможешь? Ого! Кажется, нам покажут сиськи. Или вроде того. Кажется. Кажется. Не seasons. Кажется. Какие. У cattle Además всю эту метушку. оже мой?!" Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Это единственное, что я не могла сделать сама Добавил субтитры DimaTorzok 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 Пусть нагадает тебе 200 тысяч рублей И член 25 сантиметров А, и правда, погадай мне тоже Увидим, работает твоя магия или нет Хм Обычно я беру за базовый расклад не меньше двух тысяч рублей Но нас с тобой, кажется, теперь связывают особые отношения Так что... Я могу время от времени просто вытягивать тебе карту и трактовать ее Тебя это устроит? Более чем О, магия, магия, волшебство Ты мой зеркала Нам нужно заполнить ряд документов на получение альтушки Это довольно скучно, я знаю Ну а чтобы тебе было повеселее, я буду вытягивать по одной карте Таро после завершения каждого раздела Окей, спасибо Тогда начнем? Выбирай раздел Что сулит нам этот раздел? Спросим у карт Нет, глупенький, нельзя каждый раз все спрашивать у карт Очень важно разделять работу и личную жизнь Таро, это моя работа А на скуф-услугах тогда что? Коммерческая деятельность, торговля лицом На скуф-услугах... На скуф-услугах у меня что-то вроде подработки Пока мой Таро-бизнес не выйдет на плато И вот тогда... Так, стоп! Ты меня отвлек! Мы же должны были собрать твои документы на получение альтушек В каком мы там сейчас разделе? Справки и выписки Точно Так, справки у тебя есть Выписки мы тебе закажем Так просто? А ты хочешь, чтобы было сложно? Ну... Наверное, нет Я просто хочу получить альтушку Это очень правильный подход Наше желание Это направленный поток положительной энергии Мы должны транслировать его вселенной как можно чаще Тогда и только тогда ты сможешь достичь настоящего успеха Например, тебе нужно получить справку об отсутствии судимости Потому что, кстати говоря, альтушку не получат люди с темным прошлым С тобой красотка Никакого темного прошлого Одно только светлое будущее Или хотя бы осужденные по статье за особо тяжкие Так вот, нужна тебе справка Что ты сделаешь, чтобы ее получить? Хм... Зайду в соответствующий раздел скушу слуг и нажму пару кнопок Чтобы заказать нужный документ Потом буду ждать В корне неверный подход Прежде чем начинать процедуру получения справки Ты должен захотеть получить справку Я бы даже сказала просто захотеть справку Убираем лишнее Концентрируемся на финальном объекте результата, а не на процессе Если ты сосредоточишься на образе получения То будешь притягивать энергию получения Но не обязательно энергию справки Энергия справки Топлива формуляра Энтропия формы 9 Ага, ага В твоем случае скуп услуги – это просто инструмент Главное – это сила твоего намерения Видела бы она твой настоящий инструмент Твой инструмент-сервис по получению альтушек Мой инструмент – колода Таро А как, прости, а как это связано с нашим заполнением документов сейчас? Да Ты так ничего и не понял Ладно, потом поймешь Может быть Раздел мы закончили Хочешь вытянуть карту? Да, пожалуйста И что это должно значить? Это же ты вытянул карту Тебе должно быть виднее Ладно, окей Земля – это основа Собственно, это мать Это природная энергия Это кадастровые документы и право владения Пока что их у тебя не вижу Кажется, ты не владеешь землей О, жаль Возможно, если бы у тебя была земля Мы могли бы основать экологическую общину Праздновать солнцестояние и Ивана Купалу Славить Велеса, Кришну и господина Алистера Кроули Ну и каша у нее в голове А насчет дома? Минутку, мне нужно проверить Дом В каком сейчас доме Юпитер? Юпитер? Причем здесь Юпитер? Это максимально благоприятная планета Она хорошо взаимодействует со всеми домами Даже с районным домом Куляторы Сейчас у нас Юпитер Вдомительца О, это очень хорошо Новые возможности для бизнеса, новые интересные знакомства Но будь осторожен Старайся не ввязываться во всякие причудливые авантюры Береги деньги Ты можешь легко их потерять Но это Вейбис гороскопа знал Так, а что там с документами в разделе? А что с ними? Документов у тебя нет Все в порядке Идем дальше Карту можно вытянуть? Будь любезен Муть какая-то Не муть А трансляция боли вселенной Да-да Ну конечно же Ага Я так понимаю Они имеют в виду карму Да как ты вообще пришла к таким выводам? Я имею в виду официальную государственную карму Регулируемую налоговым кодексом и кодексом об административных правонарушениях К сожалению, вселенная не всегда способна регулировать кармические ответы Поэтому часть государственного аппарата берет на себя эти функции Люди не понимают Что штрафы и налоги им только во благо Говорит как депутат Или дочь депутата Ведь государственная кармическая регуляция спасает людей от гораздо более серьезных проблем Если они не получат по заслугам от государства То за них возьмется сама вселенная Карма никого не щадит Поэтому лучше проверить штрафы сейчас И оплатить, если они есть Да нет там ничего Карме виднее Карлшу Кастанеди виднее Я всегда вовремя платил налоги и по штрафам вроде бы уведомления не приходили Разве это так важно? Да, важно Это знаешь, как если на тебе висят штрафы или просроченные кредиты Тебя они выпустят за границу Здесь похожая ситуация Если на тебе висят долги, ты не получишь свою альтушку По крайней мере, пока не расплатишься Но это дело такое Лично я не смогу иметь с тобой дел, если у тебя будут кармические долги Ты позволишь мне проверить свою ауру на предмет кармических долгов? Чего? Прямо так? Через монитор? Онлайн Конечно Достаточно просто твоего соглашения на обработку персональных данных И дальше по всей доступной информации Я смогу автоматически в фоновом режиме построить твою натальную карту А дальше проверить карму – это уже дело двух минут Ты уверена, что технологии и... Магия Сочетаются таким образом Но тебя же не удивляет, что технологии уже прочно укоренились в нашей повседневной жизни Художники рисуют картинки на компьютере, а не на бумаге Музыканты собирают шедевры из электронных сэмплов Люди, лишившиеся конечностей, используют бионические протезы Все это всего лишь инструменты Как и моя колода таро Один на вадин Ну, вроде звучит здраво Аналогия ложной друг логики Если что-то одно работает Это еще не значит, что и другое будет тоже работать Как мудро Ну, что ты решил? Смотрим карму? Даешь разрешение на доступ к твоим персональным данным? Вот и прекрасно Теперь, пожалуйста, помолчи Мне нужно сосредоточиться Что-то надолго, а? Я же просила помолчать Я вроде бы ничего не говорил Значит, тот, что внутри тебя сидит, свою пасть разянул Кто у тебя там такое? Почему ты не говорил, что одержим? Братан, она точно на всю голову двинутая Давай-ка вырубай компьютер Не смей его слушать Смотри на меня Ты расслабляешься Твои веки тяжелеют Прямо сейчас ты уснешь Силою добра и зла Цвета и тьмы Заклинаю тебя сущность Говори со мной Повинуйся Я? Ой, я Я-я-я-я-я-я-я-я Нет Твоей власти надо мной Ведьма! Зачем Ты мучаешь этот изможденный сосуд? Это не твое дело Уверен ты здесь тоже Неблаготворительностью занимаешься Изыди, отродье Нет! В смысле? Прямо вам Но, но ведь я... Слушай, ты, Сабрина, маленькая ведьма, давай... Слушай, ты, Сабрина, маленькая ведьма, давай заключим сделку. Ты не будешь трогать меня в моем уютном домике. А я не расскажу носителю о твоих настоящих планах на него. Потому что я-то уже вижу твою истинную цель. Ты... Да как ты смеешь? Ты... Отрадье! Ха-ха-ха-ха-ха! Влизы клакать, да не окусишь. Соглашайся, Анна, компромисс! Я? И они... Ладно. Договорились. А теперь верни его! Роснись! А? Я что-то пропустил? Ну, ничего особенного, дружище. Мы уже закончили заполнять документы в этом разделе? Да. Хочешь вытянуть карту на удачу? Да, пожалуйста. Золотые слова! Если бы я была президентом, то вместо паспорта человеку бы просто давали натальную карту. Слушай, а ты уверена, что все это правда работает? Ну, для меня это выглядит просто как еще одна коллекционная карточная игра. Или даже ролевая настольная игра. Что ты имеешь в виду? Ну, посуди сама. У вас же нет никакого, по сути, канала со Вселенной. Есть просто набор правил, которые придумали какие-то другие люди. В вашем конкретном случае какой-то старинный британский мужик. И вы ничего своего даже не придумываете. Вы просто... трактуете. Трактуете. А что это значит? Это значит, что вы просто запоминаете набор правил и потом им оперируете. Как в подземельях и драконах. Разве что кубики на проверку навыка не кидаете. И в вашей касте те, кто эти правила выучили, имеют полное моральное право брать деньги у тех, кто эти правила не знает. Или знает, ну, очень поверхностно. Ты вообще ничего не понимаешь. Да куда уж мне. Я же просто скуф. Вы все меня ни во что не ставите. Но только знаешь что, милочка? Я свои права знаю. Есть государственная программа. Под ее критерии я подхожу. А ваша шайка мне мозги полощет. Тут уже битый час заставляет заполнять одни и те же бумажки по пять раз. Хватит. Надоело мне это. Тише, тише, успокойся. И не надо меня тут успокаивать. Как тебя там, Лина? Лиза. Неважно. Давай, подгружай уже все документы, которые там нужны. Приезжай ко мне и займемся бесплатным государственным сексом. Все поняла? Так точно. Карту вытянуть хотите? В жопу свою карту себе засуй. Ладно, давай. Какой же бред. Окей. Вроде бы нам нужно заполнить минимум пять разделов, чтобы подать заявку на альтушку. Какие странные правила. Да, но не я их придумала. У тебя будет возможность выбрать только одну из категорий. Другая нам после этого уже будет просто не нужна. И мы к ней не вернемся. Выбирай с умом. Тебе вроде бы по возрасту еще не полагается никакая пенсия, верно? Ну да. Тогда этот раздел нам в принципе и не нужен. Ведь пенсия это далекое будущее. Не такое уж и далекое. А правду о будущем могут сказать только карты. Каждый раз мы вытягивали по одной карте. Хочешь теперь получить полноценный расклад? Узнаешь свою судьбу? Перестанешь беспокоиться о будущем? Я и так не особо беспокоюсь. Да ну, разве тебе не интересно, что тебя ждет в будущем? Это же такой шанс! К тому же, поскольку я только начинаю практику, тебе ничего это не будет стоить. Результат гарантирую. А просто согласись с ней, что она уже отстала. Ладно, ладно, давай. На что именно можно сделать расклад? Уверена, ты не пожалеешь. Сегодня темы такие. Так, посмотрим, что тебе выпадет. Это любовный расклад на выбор партнера. В твоем случае, на выбор альтушки. И что все это значит? Сейчас посмотрим. Первая карта означает чувство главной партнерши к тебе. Ну, гипотетической партнерши. Перевернутая четверка мечей. Тебя ждет бегство в свою раковину из-за сильных переживаний. Потеря любви. Уединенный образ жизни. Полное отсутствие инициативы или желания быть вместе с человеком. Тебе проще одному. Карта символизирует Затянувшееся одиночество или печаль. Предсказывает обрывание связей или контактов с человеком из-за неразделенных чувств или внешних обстоятельств. Важно набраться сил, снова поверить в любовь, дать шанс другому человеку. Хм, похоже на правду. Не перебивай меня, пожалуйста. Вторая карта чувства всех остальных потенциальных партнеров к тебе. Повешенный. Ого, перевернутый. Сильный эмоциональный кризис. Депрессия, вызванная отсутствием любви и нежеланием переосмыслить ситуацию. Состояние, когда нет осознания происходящего. Самоистязание. Зацикленность на сильные негативные эмоции. Бегство в иллюзии. Опасное состояние, в котором человек может застрять надолго. Важно избавиться от негативных эмоций и обрести новый смысл в любви и отношениях. Никаких эмоций. Третья карта – это твои чувства к главной потенциальной партнерши. Справедливость. Ровные непредвзятые отношения. Сильное стремление к гармонии. Чувства, когда хочется примирить и взвесить все за и против, или что-то серьезно решить насчет отношений. Карта символизирует объективность и твою рассудительность или человека. Предсказывает период притирки, выяснение отношений и своей роли в них. Важно кого-то простить или перестать осуждать. Звучит и правда довольно справедливо. Четвертая карта означает твои чувства к остальным потенциальным партнершам. Король Жезлов. Это фамилия у него такая? Жезлов. А Жезлов Федор Кузьмич. Великодушие, интерес, страсть. Отношения, в котором человек оказывает знаки внимания и проявляет инициативу. Для тебя эта карта означает повышение твоего авторитета в глазах женщины, которую ты должен завоевать. Это точно про меня. Я очень авторитетный. Пятая карта означает, что будет, если ты выберешь главную потенциальную партнершу. Надеюсь, это буду я. Перевернутая пятерка кубков. Застарелая боль Отношения, когда человек наперед, ожидает негатива от других, так как в прошлом пережил ситуацию разлуки. Карта символизирует зацикленность на своих страданиях. Страх новых отношений. Иногда предсказывает возврат бывших возлюбленных. Примирение после тяжелой разлуки. Любовь, вспыхнувшую с новой силой. Важно научиться прощать тех, кого любим или любили. Ты умеешь прощать? Я умею мстить. Шутка. Ого! Ой, тосков! Пытался пошутить, ха-ха-ха! Но вышло так себе. Шестая карта. Много их в этом раскладе. Надо будет в следующих вариантах сделать поменьше. Шестая карта рассказывает, что будет, если ты выберешь кого-то из других партнерш. Перевернутая двойка жезла. Хм, это не очень хорошо. Настойчивое желание доминировать. Неподходящий под взгляды человек. Неурядицы и притирки словесные оскорбления. Чувство, когда человек выходит из-под контроля или влияния. Сложно договориться, прийти к обоюдному согласию или что-то поделить поровну. Кто-то ведет себя авторитарно или не дает определенного ответа «да» или «нет». Важно осознать, из-за чего происходит непонимание, пойти на компромисс. Иногда просто выслушать человека или спросить его мнение. Неопределенность хуже смерти. Терпеть не могу тех, кто гафится и мнется. С языка сняла. Седьмая, предпоследняя карта. О, на случай, если ты решишь не выбирать партнершу. И хотя в нашем случае вариант «не выбирать» для тебя не вариант... Окей, это семерка кубков. Ситуация, когда человек не знает, чего желает в своих чувствах. Есть только варианты, которые, если копнуть глубже, всего лишь фантазией. Мечты о несбыточном или чужом счастье. Тем самым теряется ценность того, что есть сейчас, рядом. Карта символизирует воздушные замки, розовые очки. Предсказывает период, когда нет четкой определенности, что будет дальше. Важно принять конкретное решение. Понял. Важно сделать выбор. Последняя, восьмая карта. Описывай, чем закончится сложившаяся ситуация для тебя. Перевернутая девятка мечей. Сильный страх, притягивающий к себе все больше негатива. Неразделенные чувства. Трагическая любовь, как причина сегодняшних неудач с другими людьми. Сердце закрыто на сто замков. Ты должен избавиться от негативных мыслей или источника страданий. Очистить свое тело, душу и сознание. Только тогда ты обретешь настоящую любовь. И вот за такое ты обычно еще и деньги берешь. Все с тобой ясно. Это бред какой-то. Ты не веришь? Ни единому слову. Зачем тогда ты просил меня сделать расклад? Да я особо и не просил. Ты сама мне его навязывала до упора. Я все это, Таро, в гробу видал. Когда я уже получу альтушку? Что это за бред вообще? Какие-то предсказания, расклады, шарлатанство все это. Не я придумываю правила. А кто тогда? Если бы я знала. Слушай, раздел нам все равно нужно закончить. Давай тогда просто сыграем в обычные карты. Черви, пики, боби, крести. Простые и понятные. А у тебя... у тебя и они есть? Конечно. Давай сыграем в Блэк Джек. Это в смысле в 21? Очко! Не совсем. Правила немного другие. В 21 король считается за 4 очка, дама за 3, валет за 2. А в Блэк Джеке и король, и дама, и валет по 10 очков. Ну что, сыграем? Ну, давай. Вижу, у тебя и немного денег на счету осталось. Видимо, пополнил баланс на оплату штрафов с запасом. Азартные игры на деньги? Ну, не знаю. Ну, так же интереснее. Ого, а ты большой мастер! Надеюсь, ты дашь мне отыграться. Хорошо, что мы играли не на раздевание. А то я сегодня надела не лучшие свои трусики. Блин, тебе сегодня очень везет! Давай повысим ставки. Специально от сервиса Скуф-услуги мы начисляем тебе бонус 100 тысяч рублей. Ну а дальше минимальная ставка тоже будет 100 тысяч. Ну что, согласен рискнуть? Я бы на твоем месте просто забрал деньги. Потому что у нас сейчас и так 100 тысяч. Решай скорее, я жду. Хм, как же лучше поступить. Ты настоящий мужик, который не боится рисковать. Высокие ставки заслуживают награды. Ничего, уверенно ты отыграешься. Не расстраивайся. По специальной программе Скуф-услуг мы автоматически оформим тебе мгновенный займ. Просто повысим твой лимит, до которого ты можешь уйти в минус. К тому же все документы твои у нас уже есть. Если два раза не повезло, то в третий точно повезет. На твоем месте я бы поставила побольше. Чтобы сразу выйти в плюс. Ну уж нет, хватит. Ты же только начал выигрывать. Нужно просто еще немного постараться. Я уже в глубоком минусе. Хорошо, что это просто виртуальные деньги. Да, виртуальные. Ну и что ж. Выглядит так, будто мы все заполнили. Теперь ты можешь получить свою альтушку. Жди. Да быть того не может. А когда Скуф и альтушка Лиза познакомились, то сразу понравились, дорога-дорога. И тут же начали жить. Вместе. Лиза переехала к Скуфу и даже помогала ему деньгами, делая онлайн-расклады. Самого Скуфа такие расклады более чем устраивали. А неужели на этот раз это правда? О, кажется, приехала. Беги скорее, открывай. Кто там? Здравствуйте. Меня Сергей зовут. Я по поводу вашей задолженности в онлайн-казино. Скажите, пожалуйста, когда сможете вернуть долг? Эх, нет, братан. Так крепко ты еще не влепала. У меня ощущение дежавю. Эх, нет, братан. КОНЕЦ 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 Хм, как же лучше поступить? Пожалуй, я лучше остановлюсь сейчас и заберу деньги. Что? Нет! Нет, 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 нет. Ты, ты... Постой! Погоди! Ух, вот это адреналин. Неужели и правда получилось? Поверить не могу. Теперь можно... Ух, много чего можно теперь. Например, в отпуск съездить. Хорошая концовка. Ну, привет, юноша. Юноша. Кажется, она тебя с кем-то перепутала. Хм, какой странный у нее голос. Да уж получше, чем твой. Ну, почему ты всегда все портишь? Я порчу? Нет, нет, это я не тебе, прости, пожалуйста. Ладно. Так значит, ты ищешь спутницу жизни? Эм, ну... Я просто хотел получить альтушку. Альтушку? А что это значит? Она не знает. Ну, как я понимаю, это девушка, которая ярко одевается, сочетая в своем стиле все несочетаемое. Будь то яркие шмотки или готический стиль. Я поняла. Это типа не формалка. Вроде того. Тогда я точно альтушка. Расскажи побольше о себе. Какие женщины тебе нравятся? Что предпочитаешь в сексе? Так, погоди, погоди. Разве я не должен заполнить какие-то документы? Ну, как минимум, ввести адрес доставки альтушки. Вот так сразу? А поговорить? Никакой романтики. Ну, ладно. Где там эта официальная инструкция? Для завершения процедуры оформления альтушки необходимо заполнить ряд документов. Фух, какая скука. Давай лучше в ремонтичную сходим? Давай. Обязательно сходим, но потом. Но сначала выбери раздел для заполнения документов. Популярные услуги. Ты знаешь, я и сама своего рода популярная услуга. И какого рода услуги ты предоставляешь? Самые разные. А что именно тебя интересует? История. Какая именно? Сейчас чаще всего я думаю о Римской империи. Великое было государство. Хм. Это слишком давно даже для меня. Я, конечно, жила при империи. Ну, почти. Но так или иначе, я все еще могу рассказать тебе целую кучу историй. Уверена, ты никогда в жизни не слышал ничего подобного. Да ну? Интересно, чего она может такого рассказать, чего ты не видел? Ну да. Так вот, к примеру, мой второй муж. В смысле второй муж? Сколько тебе вообще лет? Да какая разница? Разве это имеет значение? Ну, вообще-то имеет. Фу, грубиян. Для меня вот важна личность человека. Неужели ты судишь людей только по внешности и возрасту? Не учитывая ум, возраст, опыт. Особые умения. Какие еще особые умения? Посуди сам. Разве эти двадцатилетки стоят хоть что-то в постели? В лучшем случае будут фальшиво стонать, но, скорее всего, просто будут лежать бревном, позволяя любить их. Мне кажется, такому человеку, как ты, нужна опытная женщина, которая, может, такое, о чем ты и представить не мог. Например, что? А вот заполним все документы, тогда я приеду к тебе и сама все покажу. Звучит неплохо. Субтитры сделал DimaTorzok Алло, Касатик, в каких облаках ты там витаешь? Касатик, что это вообще за слово? Заткнись уже, хоть кто-то видит меня настоящего. Настоящего? Ты, наверное, и в Деда Мороза до сих пор веришь? Да замолкни ты хоть на минуту. Буду говорить весь день. И ничего ты сделать не сможешь. А? Ты чего? Окей, давай не будем просто заполнять тебе этот раздел, если тебя он так выводит из себя. Так, в конце концов, в нашем возрасте уже пора беречь нервы. Да, спасибо большое. О, земля и дом хороший раздел. Конечно, ведь тебе уже нужно привыкать к земле. Мне? Да уж точно не мне. Мне к ней не привыкать. Землевладение и земледелие – основа здорового общества. Да нет, это основа аграрного общества. А наш текущий разговор был бы просто невозможен без общества индустриального. У тебя есть земля, господин Скуф? Да не то чтобы. Есть вот эта квартира, она мне от родителей досталась еще. А земля, загородный домик, фазенда? Хотя бы небольшая дача в садоводстве. Нет, к сожалению, нет. Не расстраивайся. У меня есть небольшое хозяйство в пригороде. Конечно, это стандартные шесть соток, домик простенький и деревянный. Но мы недавно провели туда воду и газ. Удобства все еще на улице, но зато район хороший. Речка, сосновый бор. Осенью ягоды, грибы. Весной все свесет. Вот яблони на участке, антоновка. Кислые, конечно, но под варенье, а особенно под сидр. Сидр я люблю. А на чердаке сенабал. Можем залезть с тобой туда и делать все, что захотим. Через окно в потолке видны звезды. Хочешь, я покажу тебе наши областные звезды. Включая мою личную звезду. Ааа! Да, конечно, очень хочу. Тогда скорее давай оформим остальные разделы. Я доеду до тебя, соберем рюкзачок, сядем на первую электричку. Да мы и на машине можем, у меня есть. Вау! Мужик с машиной. Настоящий мужик. Дашь мне порулить? А ты умеешь водить? Ну? Скажем так, я хороша в обращении с рычагом переключения передач. Если ты понимаешь, о чем я. Да вырубай пятую. Педаль в пол. Давай уже дальше, красавчик. Ох, здоровье. Не знаю, как для тебя, а для меня это самый важный раздел. Почему? У тебя какие-то проблемы? Ну что значит проблемы? У кого их нет в нашем возрасте? В смысле в нашем возрасте? А что не так с нашим возрастом? Ты же вроде совсем молодая. Какие у тебя могут быть проблемы? Другое дело я. У меня и спина все время болит, и с желудком проблемы. О, как я тебя понимаю. То есть я хотела сказать. Ничего себе. Как трудно жить после 30-ти, 40-ка, скольки лет? Неважно. Неважно так, неважно. Кстати, когда ты последний раз проходил диспансеризацию? Да зачем она мне? Диспансеризация – очень важный момент в жизни каждого гражданина. Ну все, начались опять скучные бюрократические заходы. У меня один друг забил на диспансеризацию. А потом просто по лестнице поднимался и сердце не выдержало. Всю ночь в подъезде пролежал, пока утром его почтальонша не нашла. Остеохондроз, атеросклероз, ишемическая болезнь сердца, суставы, катаракта, сердечная недостаточность. А там недалеко и до Паркинсона или Альцгеймера. Беречь здоровье надо, регулярно проверяться, вот что. Ну это ж вроде как стариковские болезни. Ничего подобного. Риски растут уже начиная со среднего возраста. Да и вообще. Что угодно может произойти, с кем угодно. Окей, но сейчас-то ты от меня что хочешь? Онлайн на государственном сайте что я могу сделать? Как минимум записаться на диспансеризацию. Ее проходит раз в 4 года, но если ты пропустил последнюю, можешь вписаться в текущую. Хочешь, я запишу тебя прямо сейчас в районную поликлинику? В принципе. Стоп! А откуда она знает, в каком районе ты живешь? Стоп! А откуда ты знаешь, в каком районе я живу? Я собиралась записать тебя по месту прописки. Я не знаю, в каком районе на самом деле ты живешь. Могу посмотреть твой примерный адрес по IP. Но только если ты сам разрешишь. У нас тут с этим строго. Государственный сервис. Сам понимаешь. Так что, записать тебя на прием к районному терапевту Смирновой ЛА? Ближайшая дата есть послезавтра. В 14.00. Устроит? Вот ты молодец. Поверь мне, ты не пожалеешь. Пенсия и пособия. Ты уверен, что тебе нужен этот раздел? Ну, это ж ты мне его предложила сама. Да, он есть в списке необходимых пунктов для заполнения документов. Но мне это очень не нравится. Давай как-нибудь его пропустим. Но ты же сказала, что пропустить его нельзя. Вроде как нельзя. Но, может быть, можно просто. Можно что-нибудь. Наверняка же можно. Хватит. Сколько можно. Давай уже быстро пройдем этот раздел и забудем. Ладно. Что? Какого черта? Может быть, мы все же как-нибудь обойдемся без этого раздела. Да мне вообще плевать, если честно. Давай без него. Без него вроде бы и нельзя. Ну, если бы ты знал, как я его ненавижу. Почему? Есть разные причины. Ладно, забей. Просто нажми на эту кнопку. Да сколько можно, а? Она издевается. Прекрати. Дай мне уже нажать на кнопку. Прости, пожалуйста. Со мной что-то не то сегодня. Вот, пожалуйста. Хватит. Послушай-ка меня. Нет, это уж ты послушай. Иногда девушка не может делать все, что ты хочешь. Сдалась тебе эта кнопка. Почему ты не можешь просто забить? Пойти мне навстречу хоть раз. Навстречу? Хоть раз? Да мне вообще плевать на эту кнопку. Это ты мне сама навязала этот раздел. Я просто хочу получить свою альтушку. Да как ты смеешь? С приличной девушкой подобном то не разговаривать. Хам! Да-да, не удивляйтесь. Так, а где кнопка? Какая кнопка? Ну, про пенсион. Не понимаю, о чем ты. Дурочкой-то не прикидывайся. Подруга. Ладно, пофиг. И ты так и спустишь все на тормозах. Тут же что-то явно не чисто. Давай просто забьем, ладно? Семья. Нельзя отворачиваться от семьи. Даже если она отвернулась от тебя. Где-то я это уже слышал. У тебя есть семья, Осков? Есть, то есть... Была. Так есть или была? Была. Сейчас, грубо говоря, уже никого не осталось. Что с ним случилось? Родители умерли с разницей в год. Сначала мама долго болела. А когда ее не стало, папа зачах буквально за год. Не хотел жить без нее. И это вся твоя семья? Неужели у тебя никогда не было любимой женщины? Была. И? Где она сейчас? Я... Я не... Можно мы не будем об этом говорить? Я, кажется, все еще не готов. Ладно, как скажешь. Если это тебе причиняет боль, я не буду давить. Спасибо. По-настоящему семью начинаешь ценить, только когда кто-то уходит навсегда. Из твоей или своей жизни. Я тоже недавно потеряла близкого человека. В том числе и поэтому я сейчас здесь разговариваю с тобой. Пока мы непринужденно болтаем, я забываю о реальности. Кто бы мог подумать? Интернет. Да. Сеть такая большая, но мы все равно чувствуем себя в ней одинокими. Знаешь, я рад, что выбрал именно тебя. Я не ожидал, что малолетка-неформалка будет такой умной. И что мы найдем общие темы. Я рада, если смогла хоть немного тебе помочь. Ведь я тоже слишком хорошо понимаю, что такое одиночество. А какая тема была у раздела? Не помню. Кажется, семья. Да, семья. Да. Ну что, как думаешь, можно считать, что мы заполнили этот раздел? Разве что заполнили его своей болью и горем. Думаю, это тоже считается. И то верно. Ну что? А что? Кажется, мы закончили. И теперь ты можешь получить свою альтушку. Вот так просто? Ну ты же хотел, чтобы было просто. Верно? Ну да. Но как-то это... подозрительно просто. Есть такое. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Верно? Но иногда... Иногда бесплатный сыр это просто бесплатный сыр. Бесплатно? Значит, бесплатит. Так что... Пришли в свой актуальный адрес, я приеду. Не знаю, что у нас с тобой может получиться. Но знаешь, я в душе авантюристка. Приеду, а там уже будем разбираться. Если мы друг другу понравимся. Но я не из тех, кто ждет третьего свидания. Если ты меня понимаешь. Так, в смысле, если понравимся? Я же должен просто получить альтушку бесплатно. Какая мне разница, понравлюсь я тебе или нет? Главное, чтобы ты мне понравилась. И мне. Фу, грубиян. Теперь я понимаю, почему ты сидишь на этом сайте. Кажется, мама совершенно не научила себя хорошим манерам. Ну, знаешь что? Я думаю, что сама справлюсь с этим. Так что? Черканешь адресок? Зачем ей нужен твой адрес? Это же эти, как их, персональные данные. Вдруг она это пранкер-шак. И будет тебе постоянно пиксу заказывать. Будет заказывать, съем. Но ты, пожалуй, прав. Знаю я, что бывает, когда даешь адрес какой-нибудь малознакомой леди. Больше я на такое не попадусь. Или попадешься. Или попаду. Тьфу, не сбивай меня. Так что ты решил? Даешь мне адрес, и мы продолжаем с тобой. Хе. Романтическую линию. Или можешь вернуться и выбрать себе послушную дурочку вместо роскошной богемной львицы. Что ты выбираешь? Будь внимателен, другого шанса у тебя не будет. Спасибо. Наконец-то я смогу поехать хоть куда-нибудь. Хотя нет, не куда-нибудь, а к мужчине. Ах, если бы ты знал, как я соскучилась по мужскому вниманию. Это когда заходишь на свинг БДСМ форум, а там у какой-нибудь женщины написано в профиле. В сексе нравится разное. Так вот, эта женщина я. И я очень соскучилась по-разному. Хе-хе-хе. Окей. Ну что, я выезжаю к тебе? Думаю, да. Нет, я так не могу, прости. Что? Что такое? Похоже, она дает заднюю. А я-то уж надеялся, что заднюю. Я не могу тебя обманывать. Вся эта история с альтушками была с самого начала нечестной. Я не понимаю. Понимаешь, я не та, за кого себя выдаю. Как это возможно? Я думал, что это просто сервис знакомств, симулятор свиданий? Что-то в этом роде? Или это вообще просто компьютерная программа? Тогда как ты вообще можешь ко мне приехать? И уж тем более, как можешь выдавать себя за кого-то другого? Что за бред? Ты не понимаешь. Да уж, куда ему? Не все так просто. История с этими альтушками очень запутанная. Часть из них просто рабочие алгоритмы. За некоторыми скрываются реальные люди, каждый из которых преследует свою цель. Какую? Не могу сказать точно. Просто потому, что не знаю. Запомни главное, Алиса всегда врет. Да что ты говоришь? Почему я должен тебе верить? Пока что у нас только твое слово против ее слова. безусловно, ты прав. Алиса это страшный человек. Она больная на голову. И она не остановится ни перед чем, чтобы удовлетворить свои безумные фантазии. Просто поверь. Я не знаю точно, кто скрывается за этим именем и образом. Но знаю точно, что это очень плохой человек. человек. Я тебе не верю. Может быть, ты просто скамер или вредоносная программа. Откуда мне знать? Прошу тебя, поверь мне. Я... Мне стыдно, что я притворялась. На самом деле, я не выгляжу вот так. И я немного... Ладно, значительно старше, чем ты мог подумать. Дело в том, я была близко знакома с человеком, который создал Альтушек. И всю систему скуп услуг. И конкретно этот проект по государственному заказу. Так получилось, что он в некотором роде оставил мне их в наследство. Ну, не совсем их доступ в систему. Я смогла обрести новую виртуальную жизнь. Мне просто хотелось найти нового спутника жизни. И было так одиноко. Я создала образ этой Альтушки. Мужики ведутся на красивую картинку. Я надеялась, что смогу найти таким образом родственную душу. Но проще найти жену на сайте с эскортницами, чем встретить своего принца на белом коне носков услугах. Даст. Но знаешь, я тут подумала, что нужно просто умерить амбиции. Как говорится, лучше осениться в руке. Может, у нас что-то и получится. Не знаю, если у нас общие интересы. Да и ты обо мне ничего не знаешь. Но, пожалуй, я за живое общение. если я тебе не понравлюсь, это, конечно, будет обидно. Но что ж поделать. Это жизнь. Она полна взлетов и падений. Но важно подниматься и идти дальше, верно? Так что я приеду. Надеюсь, ты не против. Да уж, ситуация. Как думаешь, поверим ей? Я не знаю. Можно попробовать. Что мы можем потерять? А ну, как минимум, здоровье, а? Как максимум, все. Ты драматизируешь. А ты дурачок. Черт с ним. Иду ва-банк. Все на зеро. Это кажется другая ветка. А я не могу отказаться от твоего приезда? Нет, я же говорила на прошлом поворотном моменте, что выбор изменить будет нельзя. А, да, точно. Тогда ладно. Все, короче, пофиг. Приезжай. Хорошо. Надеюсь, ты не пожалеешь. Как говорится, бри... бороду и ноги я уже в дороге. Когда Кира приехала к Скуфу, то сказать, что он удивлен, значит, было ничего не сказать. Она оказалась несколько старше, чем он представлял. значительно старше. Однако, пораскинув мозгами и перекинувшись с Кирой пару слов, Скуф понял, что она человек широкой души, добрая, умная женщина, с которой он может спокойно провести много лет. Кира же в свою очередь приняла Скуфа таким, какой он есть. Со всеми его недостатками, хотя и пыталась изменить его к лучшему, но в меру своих сил. Они поклялись друг другу, что будут вместе, а куда смерть не разлычит их. То есть, по правде сказать, не так уж и долго. Но, тем не менее, думайте, это неправда. Вы ошибаетесь. Чего там залип опять за своим компухтером? Руки мой, быстро иди есть. Борщ стынет. Да, дорогая, прости, пожалуйста. Уже иду. тихо, тихо, тихо. тихо. Продолжение следует...